Девушки отдыхают Если бы она подошла по плану, наши действия кардинально отличались бы. Я могу сказать, сколько техники мы потеряли. На 60-65% военная техника была уничтожена. Девушки отдыхают Куда отступать не знают. Руководство не дало разведданных и само на связь не выходит. Генерал один вообще в Киев спетлял. Сейчас сидим в подвале дома жилого. Это село Многополе. Батальон Донбасс, батальон Днепр. Военные. Фактически мы в окружении. Они сутками сидят в окопах и ждут подкрепления. Сидим уже мхом пообрастали. На нас можно грибы выращивать. А мы все помощь ждем. Отбиваться бойцам нечем. Краски пацанам повыдавали в 46-го года выпуска. От осколков, как дуршлаг. Собиратель мозгов. Это боец 1-й стрелковой роты 39-го батальона Сергей Нестратенко. Когда говорил эти слова, просил, чтобы лицо его не показывали. Но его интервью оказалось последним. Через три дня после этой съемки он погиб, потому что украинское военное командование обмануло бойцов и так и не прислало подкрепления. Той техники, которой не хватало здесь. Зато она была в Киеве. Расовалась перед Порошенко. Мы сами приехали на место, где еще недавно находился Иловайский котел. Чтобы разобраться, почему за считанные дни украинская армия потеряла здесь больше бойцов, чем за все время войны. Вот на чем украинским солдатам приходилось воевать. Белая полоса на машине означает, что это оранжевая копейка военная техника. Этот москвич средство передвижения третьей роты. В него попали снарядом. Воевать приходилось на чем угодно. На легковушках, джипах, микроавтобусах попадались и бронированные машины. Техника в них одна ломается. Постоянно. Тянут. Еще даже не доехали на фронт, а уже тащат. Пока в Киеве идет военный парад. Мы находимся здесь на передовой. И, как говорят солдаты, мы сидим с голой жу... ни техники, ни реально нормального вооружения, ни людей. То есть фактически мы тут сами ведем такую войну. А в Киеве батальоны, Киев-1 и все остальные сейчас ходят, чувствуют себя воинами, победителями, освободителями. Бойцам не прислали ни палаток, ни материалов для нормальных укрытий. Живут в землянках. В этом блиндаже ночью спало 18 военных. На пол постелили простую клеенку. В таких же условиях приходится и лечить бойцов. Сколок там остался. Какая разница? Это пока, я думаю, не имеет значение. Командование не присылало ни денег, ни еды. Добывали сами. Как он говорил, грабьте. Говорят, это ваши деньги. Вытащили. То есть они разбомбили команды. Постали оттуда деньги. Ну да. Курей поели, индюков утят переели, телят поели. Не было даже лопат, чтобы рыть окопы. Для этого украинские военные привязывали к деревянной палке вот такие пластины от бронежилетов. Ими и копали. Бридлом полный, никто ничего не знает. Точно оперативной информации нет, связи со штабом нет. Сейчас вот такое настроение, что Киев предал бойцов. Надо в Киев поехать, переселять нахуй все. Большинство бойцов вообще привезли под Иловайск обманом. Меня спрашивают, где мы есть. Это говорим, как и где. Что вы не знаете? Нет, не знаем. Село такое-то. А какая область? Я говорю, Донецкая. Как Донецкая? Мы Запорожская. А другой говорит, что вообще они то ли не в Одесской, то ли где. На учениях приехали. Вот еще одно подтверждение того, что украинское командование словно намеренно не сообщало военным разведданные. Прислушайтесь, что говорит один из бойцов после атаки. Боих, наверное, не вредит. В Котле тысячи украинских военных пробыли около недели. Это населенные пункты Степановка, Мариновка, Кутейникова и так далее. Сколько человек там осталось, Киев до сих пор скрывает. Мы потеряли много патриотов. Сейчас 107 человек. Возможно, еще будут опознания. Но цифра сейчас 107 человек. Всплыли цифры общей потери нашей, имеется в виду всех украинских частей, под Иловайском и секторе Д. Это больше тысячи человек. Потери Донбасса. 45 погибших. 128 человек, которые ранены. То, что украинское командование намеренно скрывает потери под Иловайском, подтверждают и сами бойцы. Наши медики сформировали списки раненых, погибших. Прилетели спецподразделения и все эти списки забрали. Мы спросили, зачем их забрали. Мы просто хотели собрать, чтобы понять, сколько наших выжило. Ну, то есть поставили логичный вопрос. А на логичный вопрос нет ответа. Потому что с самого начала было засекречено все, что там происходило. Министр обороны Украины Валерий Гелетей поставил пометку совершенно секретно на каждом документе, касающемся произошедшего под Иловайском. Не выдают информацию даже собственной комиссии, которая была создана в Киеве для расследования гибели огромного количества украинских военных. Этот план имеет степень секретности. Я не могу ответить вам на вопросы. Ну, так не получится. Ну, засекретить от общества ответ, как погибли сотни людей, и почему, и кто виноват, не получится. Поэтому давайте мы будем бегло, секретные. Хорошо, я помечаю. Что же Киев хочет скрыть? Техника. Часть техники, которая пришла на Юго-Восток, которая была в Чернобыле, законсервирована. Она стояла там с 1986 года, когда там произошел взрыв. Ребята ездят на ней. Мы рискуем своей жизнью. Теперь мы знаем, что до дома мы не вернемся. А если вернемся, то умрем потом. Слова бойца проверили. Включаем прибор. В рабочее состояние. Вот видите, вообще, вот в этом месте шкала просто зашкалила. Любопытно, что как раз накануне у бойцов, отправлявшихся под Иловайск в комплект аптечек, перестали входить дозиметры, приборы для измерения излучения. Вопрос, почему, в Министерстве обороны оставили без комментариев. Как и вопрос, почему, несколько раз добровольческим батальоном Донбасс, Днепр, а также Азов сообщали ложные разведданные, отправляя бойцов в засаду. По сути, Иловайский котел был использован Киевом с целью устранения всех радикальных батальонов, таких так, Донбасс, Азов, посылали их в заведомо засады. Мы четко знаем, что эта машина для убийств, неуправляемая Киевом, в то же время является и подчиняется прямым конкурентам политическим внутри господина Порошенко. В принципе, Киев достиг той цели, которую планировал. Выжить практически никому не удалось. А вот чего Киев не скрывал. Человек, ответственный за проведение операций под Иловайском, генерал и начальник генштаба Виктор Муженко. Почти одновременно с тем, как под Иловайском украинские военные оказались в окружении, а именно 24 августа, ему присваивают звание генерала-полковника. Вот сообщение на сайте президента. Вручая новые погоны, глава государства высоко оценил вклад командующих в борьбу с терроризмом, проведение антитеррористической операции на востоке Украины. «Благодаря вашему мудрому командованию было осуществлено много успешных операций», сказал Петр Порошенко. А вот и сам Муженко, сидя в уютном кабинете, обращается к бойцам на фронте. Вам выпала непроста доля, важкий для краины час, первыми стати на заваде неприхованной військовой агрессии. Я все время ни разу не позвонил, не поинтересовался, что вы я мы или нет. Когда Зиньковского ранили, никто нам не прислал команду. Эту правду Киев хоть и пытается скрыть, но получится вряд ли. Солдаты, чудом вырвавшиеся из котла под Иловайском, теперь намерены дойти до военного руководства в Киеве, чтобы спросить, за что погибли их друзья.